ну видно вас нет как я смотрите ладон а вы меня видите хорошо вижу у вас проводки из ушей идут я с телефона потому что я вас не я вас не вижу вы тут заставка просто вашей все ну ладно вы должны видеть потому что все показывает что вы должны видеть я вижу только вашу заставку ну ладно ладно значит мне мне нужен код ваш что нужен вот я вчера пришел на сберкассу и мне говорят нужен валютный код какой потом но вот тот счет который у меня есть значит туда я не могу отправить потому что у нас белоруссия это будут международные как она сказала платежи и это считается ну валюта российские рубли это валюта и поэтому чтобы мне эти деньги перечислять мне нужен ваш код валютный то есть это получается или это вестерн юнис я так понял или еще какие то нет вестерн юнион вы приходите отдаете деньги а они называют 10 цифровой код вы мне его даже сообщать а не я вам я иду с паспортом и получаю все четыре часа я понял но я просто ваш адрес назову что это барнаул или а вестерн юнис это по всему миру они там везде вы мне сообщаете я иду и получаю вообще еще такой вопрос я там чуть чуть больше хочу передать да но но и вы там посмотрите по если сколько там останется там ну если будет ну как я вам сказать если у вас будет на то желание я просто что-то хочу чуть-чуть вот этому мужику дать которого солярку ворвали и отцу и киму чуть-чуть а какому мужику ну я не знаю это а игорь барабаш да ну по моему у которого комбайн так я вам скажу что у него там солярку воровали я видел это не надо это так книги уже ушли сегодня уже отправили наняли машину приехали кто отправляет и сейчас главпочтам то уже позвонили книги уже там к нам пойдут уже отправлены а ничоси я еще деньги упаковали ну и вызвали машину приехала поехал сопровождающий и там уже сдал и сообщил что все сдал хорошо и на тихиноч а там если если что может там как я там долларами отправлю может какую сотку от 100 долларов каких отцу и киму дадите не дам я если я ему дадите чего я отдам до одного что я получаю я отдаю тему кого нужда многодетная так хорошо даже в руки не беру за звоню со мной приходят я прихожу на где в банк и они у меня тоже вот так вытаскивают из паспорта и все я даже к ним не прикасаюсь деньгах просто мне я вот если даст бог доживем и буду креститься у вас мне все равно надо будет десятину я наверное буду туда отцу и киму отправлять но я не могу себе никого найти духовного отца найдете у нас сколько из которой крещение приняли они приезжают они приезжают иногда причащаются потому что ну меня тут никто не покрестил и тут чуть-чуть даже были на занятиях на библию мы там у нас такой небольшой как все люди сидели и начали как мухи все так гудеть я поднял тело тему крещения и люди там были в ступоре нигде не это все начали кричать что все нормально у меня крещение то есть никто не знает как меня крестили на все и люди и батюшка гриле все здесь действенного тебя действительно а я узнал у батьки говорит меня крестили крестные неверующие он не видел как на грит скорее всего что побрызгали потому что я не слышал что тебя окунали и ну и никто не верующий я говорю а деньги платили ну я правда удивился отец гриб ну да там с гриб полкома стоял расценник я группа как с гриб полкома мог в соборе расценник стоять да да семьдесят первом году правильно так и было расценки стояли прямо да расценки так и стояли это утверждено власти и брали налог и со священников как заметьте с артистов одинаково по одной графе шли артисты вот что самое то интересное они артисты с артистов при налог брали какой с такой с них налог был я я но я вот так вот смотрю поста по со стороны на все это и знаете что что что-то когда я не верил но ходил просто в церковь там яички красить на празднике мне на душе легко было сейчас что-то я смотрю что совсем вообще верующих не вижу понимаете у человека одна жизнь и одна душа и ему предлагается избрать смерть или жизнь вечность со христом или без христа и человек так но я знаю не знаю да как ты был крещен на это восемьдесят шестое правило шестого вселенского собора гласит что если у тебя нет достовернейших сведений как ты крещен немало не сомневаюсь прими крещение потому что книжки ваши эти уже батюшкам отдал вот пойдем в субботу посмотрим что они нам скажут а что они скажут ну интересно но я просто зашел в субботу мы пришли в храм до 2 века я андрей мы я говорю торговлю уберите ну дал ему 2 миллиона там белорусскими рублями говорю вот на эти деньги вы ценники уберите со свечей людям раздавайте но бесплатно чтобы у вас имиджа нету потому что кому друзьям не говорю кого хочу храм завести никто не хочет идти потому что говорят что а чего мы пойдем туда и там же все деньги деньги ты что говорит ну и прямо мне говорят ну нельзя туда ходить там же только все ради денег вот так вот и никого невозможно затянуть туда понимаете вот у людей такое мнение я вот на свечи дал 2 миллиона чтобы не не продавали но что-то не знаю воскресенье пришел уже там смотрю ценники как стояли так стоят вот больше не разбирался еще в субботу пойду спрошу что там все они не уберут их ну вот интересно деньги взяли за свечи на 2 миллиона это можно там на пару месяцев бесплатно всем раздавать а ценники не надо отдавать не надо отдавать вы неправильно сделали неправильно в первую очередь вещи нечистые я вам поясню почему если бы вывод а тут один есть такой предприниматель я даже не знаю он издал новый завет крупным шрифтом 50 тысяч экземпляров и в епархию вот раздавайте как бесплатно вот эти красные евангелии что вы раздаете это мы раздаем и небольшие по благословению патриарха а то оба формат ее в три раза больше крупным шрифтом там прям для бабушек а а где их взять можно ну я не знаю нам привозили это с кузбасс к тому и партии потому что потому что мы вот коснулись такие евангелии как у вас взять как пошел и батюшки группа магите но мне ничем не помог сделал куда-то один звонок и на этом все закончилось как мы нашли в интернете их продают в интернете у нас беларуси в интернете вот точно такие же евангелии как у вас и я заказал там они по доллару за книжку берут они эти евангелия бесплатно раздаются ну я не смог их найти где взять и поэтому я вот заказал 500 штук на 500 сколько заказали 500 штук ну 500 штук вот мы у нас сейчас в запасе за лето мы не успели раздать тысячи и мы платили только за транспорт который здесь разгружали привозили ну там совсем незначительно понятно видите это вам вы достали а мы тут не можем беларуси достать в беларуси гродно кажется там да да там у меня знакомый один было микола волков и вот он все книги получил все 38 книг но и попросил эти евангелия красненькие то ему ему туда приложили но это получилось три раза мы засылали туда ему ну ладно мы тут уже пока заказали я не знаю может в дальнейшем что если как-то может будем просить помощи может чем-то поможете когда приедем к вам там может хотя бы хотя бы концы эти найти где их можно брать эти евангелии красные видите пересылать вот это все у нас здесь украина я не знаю беларуси это по той же цене идет или нету очень дорого в прибалтику намного дешевле я знаю и вот почему я не знаю сегодня пошли это больше четырех тысяч сразу отдали только это только на почте не считаю там другое вот понятно и знаете тихон еще скажите такой вопрос если я вот в молитвослове упокой господи души усопших раб твоих вот матерь мою там друга родственников там которые умерли и я прошу простить им грехи и упокоить их царстве небесном но у меня как-то молюсь я мысль у меня все время да их никто не упокоит судя по строгости ну потому что люди как бы знаете там пили курили там но в церковь ходили редко на праздники только матью матью грались и я так что-то молю думаю хоть бы меня бог не наказал что за таких людей молю а вы в конце говорите господи если молитва моя не угодно ты меня проси это не трудно сказать есть люди которые не имеют права носить слово раб божий а мы говорим помяни раба твой он рабом ни одного дня не он был раб греха надо помнить слова евангелия от иоанна 3 глава 36 стих верующий в сына божий имеет жизнь вечную они верующие не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем они под гневом божьим они не жили по божьему они не исполнили заповедь божьей любви а когда человек уверует у него это делается первым кто любит меня соблюдет мои заповеди заповеди а сегодня батюшки что чаще исповедуйся чаще причащайся исповедуйся причащайся а он будет тебе накрывать тебя и петрахелию партуком-то и тебе прощать себя будет там еще не может быть прощено потому что там нет покаяния если нет эпитемии ян затауз говорит то гибнет и тот кому говорят прощаются и тому кто это говорит это два слепца оба падают в яму сегодня эпитемии то они не знают они лукавят ну возьми правило василия великого понятное такое второе правило если женщина убьет младенца в утробе как это называется сегодня аборт аборт 10 лет отлучения вы по всей стране спросите за аборт где отлучали хотя бы на год а уменьшить никто не может а правило правило а их 270 пунктов вообще выброшено и 413 из 719 ежедневно нарушается а они под меня подыскиваются да так вот я пока не крещённый на причастие на исповедь не хожу но хожу в церковь а не знаю имею ли право заходить в нее имеете право до оглашенных а когда оглашенные зайти выйдете а потом священник говорит с миром и зайдем в это время можно уже заходить до конца они не говорят оглашенные я даже такого слова не слышу никогда я только вот иногда слышу двери двери вот скажет а оглашение зайдите не говорят так двери двери это означает следующее что дьякон обязан пройти проверить нет ли отлученных нет ли оглашенных нет ли чужих и запереть двери они еще не идет не делают этого это называется с это время начинается литургия верных а если это не говорят литургии верных нету и нет никакого причастия вообще-то да и на тихий а когда вот он должен эти слова сказать после молитвы очень наш оглашенные видеть или раньше нет нет раньше намного раньше это надо посмотреть спросить но но до символа веры мы вот начали символ веры символ веры они уже вышли то есть оглашенный символ веры не читают не считают они уже в притворе там они могут слушать но не видеть до символа веры до символа веры а как что как они тогда служат если не говорят то я не знаю как они там служат до символа веры какой-то там надо посмотреть просто ну да до символа веры да там читаем 50 псалом он читает еще что-то там читает видите как закон один для всех не так что в россии один а в белоруссии другой а в америке третий один закон один это законы национальные они действуют только по реальности по своей по границам правила движения или закон отношения к старикам к младенцам в америке один в индии другой а закон божий один на все века даны хорошо и скажите скажите еще вот я когда стоишь молишься есть в молитвослове такая придите поклонимся царю нашему богу потом придите поклонимся к христу царю нашему богу и вот в этот момент и припадем это на колени надо стать а это земной поклон а когда я становлюсь на колени я могу на коленях крестные знамения делать и на голове можете не на колени не становятся только кажется три поклона всего можно делать в пятницу вечером уже не делается потому что пятница это уже субботняя молитва начинается а воскресенье вечером уже можно во время с пятницы с вечера и всю субботу и весь день воскресенья с вечера можно на колени становиться не становиться нельзя вечером воскресенье тоже воскресенье вечером можно ну так я говорю то есть в пятницу вечером последний раз можно стать и воскресенье вечером уже опять В пятницу вечером уже не становишься. А, да, то есть в пятницу еще днем, утром можно встать, а вечером уже нет. Уже нет, потому что уже субботняя служба идет. У церкви по церковному считается. Почему в субботу считается уже Евангелие-то? А еще вот Отче наш молитву читаю. И в это время, когда я читаю Отче наш, ну, допустим, стою, и когда я читаю Отче наш, могу ли я делать в это время и говорить, и сразу делать крестное знамение и поклоны? Мы так делаем всегда. Потому что нужно правильно его считать. Это священники, они там добавляют слова в церкви. А вы дома не делайте этого. Этого нельзя, это Бог запрещает. Их не вытащишь из этого. Избави нас от лукавого. Это точка, но это не конец. Ибо твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. А это можно мирянину говорить? Да почему мирянин? Кто это разделил-то? А священники считают, ибо твое есть царство, отца и сына, и святого духа. Эти слова-то добавлены. Их нету в молитве. А это придумали для церковников. Написано, к словам его не добавляй, чтобы он не облещил тебя, ты не оказался лжецом. Притча Соломона, 10 глава, 6 стих. Я это знаю, но я что-то так и не понял. Вот я читаю Отче наш. Остановился и избавил нас от лукавого. А потом-то дальше могу продолжать? Да не могу, а должны считать. А, ибо твое есть царство и сила и слава, отца и сына и святого духа. А, отца и сына не надо. А, отца и сына не надо. Не надо, это и нет. В откройте, 6 глава, 9 стих, Евангелие от Матпея. Ибо твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ну, я вот раньше так считал, а сейчас начал добавлять еще и отца и сына. Нет, это священники выдумали в алтаре. Они добавили. Они делают неправильно. Я сколько уже говорил, и никто не знает, кто это вплел туда. Я говорю, я знаю. Я много исследовал это дело. Это Арий вас перепугал. Они не знали, куда эти слова втолкнуть. Арий, Арий. В 4 веке. Первый Вселенский Собор против него был. Они тряслись там все от него, архиереи-то. Боялись. И поэтому они толкали, где надо и не надо. Игнатий Тихонович, можно еще чуть-чуть, минуту поговорить или нет? Игнатий Тихонович. Да. Можно минуту еще с вами поговорить? Говорите, говорите. Сейчас я просто тут ко мне человек приехал. Я сейчас ему в окошко скажу, чтобы он меня подождал. Да пускай подойдет с нами, рядом он посидит. Может, у него вопросы есть. А? Ванилами приехал. Только не выключайте. Ванила не приехал. Я не выключаю. Я думал, приехал, не приехал. Алла, вопросов нет у тебя? Что? У жены спросил, говорю, вопросов нет у тебя? Да, забейте их сюда, прямо сюда. Ай, она вас боится. У нас по скайпу идет занятие. Завтра вы можете присоединяться и будете всех видеть. Жена боится вас. А? А что она боится? Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Когда идешь по камерам, вот, я 17 лет сотрудничал с тюрьмой-то. Ну, и вот так вот кормушку-то открываю не я, а которая сопровождает. Их называется дубочка. Она открывает, они сразу все суются туда. А я-то стою здесь и сразу так, что хотели-то? Они говорят, ой, ой, я говорю, что грешники трясетесь-то? Я им Евангелие там дарю, там, узнаваю, что нужно, бумагу приношу. И все одинаково ведут себя. Прямо отпрянет, но так, ой, ой. Она увидала, что с бородой там или что. Не надо бояться ничего, бояться. А чего ради бояться? Объясни тогда, что за страх, откуда он? Меня она боится. Ни разу не ощущалась, не говорила. Да, может, мы лучшими друзьями станем. У меня, интересно, один знакомый такой был. А она говорит, я вас терпеть не могла, говорит. Когда муж с вами разговаривает, а муж так привязанный. А коснулась так, что она приехала нынче и принимала крещение. А теперь сделали как родные родные. Ну, вот у нее такое же. Она даже ролик любой, если я хочу что-то показать, она даже не заставлю. Она боится. Это сказать не надо. Она должна хотя бы, это предвзятое мнение. Это не так сказать. Ну, понятно, но боится как огня. Я уже говорю, в тебе, может, кто сидит, говорю, что... Так, а верующая? Жена-то верующая? Ну, да, она называется верующая. Ну, а еще что такое? Раньше, она, когда маленькая была, она католичка, и она ходила, все там у них, более все строго было. Они на какие-то обучения ходили, там, какие-то платья белые, их там надо было... Вот это первые коммуны, как они говорят, или коммунии, как-то там. То есть у них бабка-католичка, ну, верующая, там, в церковь ходит все время, там, они там молитвы читали, а... Как подросла, она потихоньку-потихоньку забросила это дело все. То есть она уже не ходит ни в хостел, ни не хочет ходить, редко-редко, когда пойдет. Вот, и курить не может... А? Тут еще не сделаешь, надо молиться, просить, чтобы Бог дал веру. Вот, курить любит, а я вот молился, молился, я вам приговорил, что насчет сигарет, чтобы помог ей табакокурение Господь бросить. Так ей даже сон приснился, что крест на небе огненный, и слово «не кури», ей сказали, с неба. Но она все равно курит. Так, вот если она видела крест, вот сны бывают от Бога, от дьявола и от забот житейских, от переедания. Если крест видел, это на сто процентов от Бога. Говорит, это сыпались звездочки с неба, потом крест огненный, лик с бородой, и слово «не кури» сказал. А курить... А я молился... Курить это 12 лет жизни... Курить 12 лет жизни, лишиться себя, зачем тебе это надо? Так интересно, я где-то месяц молился, чтобы она бросила, а вот только через месяц ей приснился сон. Ну да, ну вот какая причина, боюсь почему. Вот она, если ты такой завес, еще что-то увидишь там. Боится таким, как я стать. Ну, причина есть, грех, грех, больше ничего. Да, да, ну не хочет грехи бросить, хочет, потому что, говорит, тогда мне неинтересно будет жить здесь. Видишь, как сатана обольщает. Наоборот, интересно, когда ты на трезвый ум, ты размышляешь, знаешь, постигаешь природу, все, что вокруг есть, ты разумно поступаешь. А с табакуром у нас даже во двор не разрешаем заходить. Не то что. Да. Еще интересно, что даже верующий, я Евангелие начну что-нибудь говорить из Евангелия, ей это бесит, и говорит, это ты от себя как-то говоришь, это можно по-другому трактовать. Я говорю, так я же, ну, трактовать-то не трактую, я говорю, просто я тебя читаю, нет, это вот ты не так понимаешь. То есть, прямо что-то ее оттягивает от слова Божия, оно не может слышать просто. Я так понял, что, что касается Бога, оно не может слышать. Так, я заложил вам все, что вы просили. Вы только помните, книги эти у меня уже на исходе. Вы куда попало, придержите у себя. Один экземпляр кому-то дайте, так, чтобы вы увидите, какие книги. Это не просто книги, они супер уникальные. А тираж-то небольшой, а учитывая о том, что 9 десятых я бесплатно по библиотекам мира развез, у меня совершенно на исходе, некоторые уже там окончились. Хорошо, Игнатий Тихонович, спаси Христос. Я там буду, мы с другом хотим в скайп к вам выйти, эти вопросы там составим с Андреем, потому что мы уже выходили к вам с другом с Гродно, с Андреем. Ну, выйдем в скайп, там вопросы есть у нас. Пожалуйста. Соберем вообще. Вот. Ну, спаси Христос. Вот договорились, вы идите в банк, инвестер-юнион, и мне сразу сообщайте десятизначный код, мне, безошибочный. Укажите город, ну и что, и больше ничего не надо. У меня вот из Латвии, откуда я могу сказать, с юга, Украина, они перечисляют сразу, я иду и получаю. А, еще секундочку, тут про этих обличителей вас, мой друг, там с ними перепись завел, переписку, в скайпу, я не знаю, может там она даже где-то и видна. Ну, обличители. А они не обличители, они не обличители. Ну, и он там их затронул, и сразу за него много людей, сразу Андрея поддержали, моего друга там, ничего это. Он им говорит, что выйдите тогда с Игнатием Тихиновичем, Лапкиным на беседу по скайпу, а мы люди посмотрим со стороны и посмотрим, где истину, и все, они сразу заглохли. У них ничего нету, совершенно кроме зависти, черной зависти, злословия, хулы, они ничего не делают, у них нету, им рта раскрыть нельзя. Меня они ведь, я целыми днями там с топором, с лопатой, с ломом, физически мы работаем, работаем с людьми, едем на благовестие, у них ничего нету, пустое место. И там может быть никаких священников нет, просто хулиганье какое-то собралось и все. Даже трудно поверить, что эти люди, есть такие люди-то, ну, бывают там тролли разные, флудеры, они безобразничают. Хотя я вот так смотрю, смотрю даже со стороны, ну ладно, я такой, как они, вот мне не понравились ваши ролики. Но что мне тратить время даже просто там вот этим заниматься, бессмыслиться этой? То есть я бы вот даже не знаю, как это представить, насколько уже, что там происходит с головой. Дьявольское злобо, полное помешательство, беснование начинается. И котенок с воробьенком, и это садись, ну, представьте, котенок ловит воробьенка. Так садись-то тогда, котенок, не я, одурели совершенно. Я еще могу сказать, я могу только молиться о них и днем, и ночью, чтобы на суде Божьем им это не вспомянулось. Они не могут, они выдохлись, ничего больше нету. А за каждым такое исчислиться, что если сейчас открыть, то от них праха не останется. Я не могу этого говорить. А они за собой-то это знают. Инна Тихинович, еще знаете, вот извините, что перебил. У меня вот кот, да, дома, котик, ну, я все его, ну, вроде люблю, все нормально, но он иногда как-то что-то меня досаждает. Я его тачкам издубашу, и мне что-то потом так совесть мучает. Думаю, наверное, может, я зря его побил. Вот потом подержусь, не могу его, неделю не трогаю, потом он опять что-то натворит. Ну, как, знаете, у них же инстинкты, а я это воспринимаю, как будто он с разумом. Я его опять побил. Может, не надо? А зачем? Почему надо? Где-то надо, где-то не надо. Вот у меня кошка на голубятню. Залезла и голубей подушила. Я ее отодрал оттуда, все. Проходит какое-то время, еще раз поймал. Дальше я стал думать, как сделать, чтобы было недоступно. Покрыл все железом, сверху сетка, и она больше не попадает. Мы с ней друзья. Я посвятил ей стихотворение. Лупил нещадно воровскую подлость на голубятни. Проходит время, подсыхают пятна. Мыкаемся чуть после. А кошки у меня стихотворение, его поют. Для многих кошка не последний друг. Египетское чудо совершенства. У ног моих свернулось спящий круг и греет электрическую шерстью. Припев. Без кошки амба нашему амбару. Каю к уюту в наших погребах. С мышами бой ведем мы с ней на пару, чтобы с голодухи не пришлось рыдать. А я видел песню Виктора Савченко с вами. Вы подпевали, он пел. Вот она сейчас только мышку поймала. Понятно. А как Никита там поживает? Ну как, работают они. У Игоря там кроют крышу, да. Гараж строят. Ему нравится, я вижу, так. Ему-то нравится. Но я его отдал там, они с Сергеем где бывают. У Сергея он уже живет вот третью неделю. Я говорю, понравится, там и останешься. Но он довел до того, что Сергей его уже оттуда провожает ко мне назад. Не могу, говорит, больше с ним никак. Чего не доверишь, он говорит, тут же это испортит. Если сделал что-то, на завтра опять, говорю, подмести комнату, навести чистоту. Тот работает, а ты-то пришел раньше подметить. Для него то ли это трудно, то ли никак. Понимаете, люди, которые судят, они не понимают, что 26 лет он совершенно инфантильный. Он ничего не умеет, ни гвоздь выпрямить, ни забить, ни копать. То есть самая элементарная работа ему неизвестна. А я занимаюсь вот таким порченным материалом. Такого на работу, если кто возьмет, он там через полдня уже его домой отправит. Да нет, он полдня не будет. Он сразу его выгонит. Сразу. Он инструмент, даже выдергу дал. Выдергает, говорит, он тоже ее сломал. Выдергу вообще. Представь, выдергу сломать. Лопату только дал, наказывает. Так, копай. Ну не нажимай вот так вот. Я его взял с собой, чтобы около меня был рядом. Я не успел повернуть, а трек готов, отломил лопату. Стал, стоит. Ну так теперь-то надо выбивать оттуда, насаживать. Он не знает, как молоток держать, как это сделать. Он тогда не делает. Стал, стоит, все, дальше уже не работает. Я тебя кормить-то не буду. Ну я давай тут же топором выбил, все сделал, лопату отдал ему. Ну делай вот так, я не знаю где. Ямкой больше 30 сантиметров он уже сломает. Ну вот, понимаешь как? Возим у нас тележка такая, ну как тачанка, руками везешь. С ребятишками камыш там, Володя, косит. Хотел научить его косить как. Бесполезное дело. Не мог. Никак. Косить. Это же любой крестьянин знал, ребенок уже косил. Так и не мог его никак. Он на одном месте стоит вот так вот, дергает. Теперь повез эту, которую оглоблю-то отломил. А делать это так трудно. Там на болтах снимать надо. Ну все, отломил, работать не надо. Ну, я опять сделал, опять посылаю. Хорошо, Игнать Тихонович, тут надо мне уже бежать тогда. Еще такой вопрос, а вот молитву, когда читаешь, Господь Вседержитель, там, или Господи помилуй, ты кого-то представляешь, ты Христа представляешь, или Отца представляешь, или Труже? Нет, это запрещается. Запрещается. Ты не должен представлять. Просто обращаешься. Просто говори, знаешь, что есть Бог и все, не представляй. Этим воображением демоны пользуются. Святые запрещают воображать. Никак не представляй. Ну, то есть, когда обращаешься, то ты понимаешь, что это просто Бог, который создал все, и не надо там представлять ни Христа, ни Цветого Духа. Святые запрещают это. Прямо, категорически запрещают. Воображение это уводит в другую сторону. Дьявол сразу этим воспользуется. То есть, Иисус Христос, Он тоже, как Сознатель всей Вселенной, можно так сказать. И Отец, и Святой Дух, это все. Через Него веки сотворил. Без Него ничто не начало быть, что начало быть. У тебя есть икона? Ну, вот стоишь рядом, глянь на икону, да закрой глаза. Серафим Царовский говорит, если будет сон подходить, тогда открой глаза. А у нас наоборот, сон подошел, закрыл. А он говорит, молись с закрытыми глазами. А если подошел, сон, открой. Спаси Христос. Выйдем к вам с Андреем. Пойду тогда наоборот. А эти, которые похулители-то, они ничего не сделают. Нет, это пустое все. Они вредят-то себе. Мне-то они венок сплетают. Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше понесут, как неугодное. Причина. Причина-то есть. Если бы я не говорил о том, что они безобразники, они нарушают каноны, правила. Они бы в хороших отношениях были со мной. Но я постоянно говорю об этом. Я знаю их. И этот-то из баптистов пришел, который с Америки-то. А пришел и считает, что баптисты это церковь. А зачем ты пришел сюда, если они церковь? У них все лучше нашего. Но у нас есть священство, а у них нет. Поэтому они не церковь. А он, ну как засланец называется. Засланный сюда, чтобы развращать, убирать. По-другому нельзя объяснить. А этот-то больной человек. Что с него? У него воспаление мозга там и прочее. Вот они собираются. А меня Господь предупредил уже месяца два назад. Я видел, три змеи выползли. И на меня нападают. А я крестное знамение совершил вот так вот. На них-то. И они скрылись. А потом гляжу, они в радиостудии-то сидят трое. Двое говорят. А третий там. Меня Бог предупредил. Я уже знал, где-то кто-то должен выползти. И когда они двое нападали, я подумал, а где же третий? И третий наконец появляется там. Который там Самсонов, Алексей или кто. Такой же лживый, как они. Такие же гневливые. Они бездельники. Они ничего не делают. Они умирают от зависти, глядя на мою жизнь. Я говорю, это можно делать. Можно, можно. Вот все это делать. Они ничего не делают. Они не могут показать. Покажи. Веру твою бездел твоих. А я покажу тебе издел моих, Яков говорит. Они не могут показать ничего. У них нет ничего. Ну, был бы у них какой-то канал. Я бы зашел там, слушал. Ничего нет. Они вокруг моей колокольни подвизгивают, бегают и все. Игнатий Тихонович, а скажите, вот милостыню вы, ну, там, даете. А как, вот как уже из вашего опыта, каких людей находить лучше милостынюку давать, которым? Конечно. Написано так. Кто отрекся от веры, хуже неверного. Кто не заботится о своих домашних. Так сегодня свои, это в первую очередь наши братья и сестры, которые нуждаются в больной, сироты, вдовы. Вот тот самый первый, который приоритет имеет над всеми. Одинокий, заброшенный, который верующий здесь. Ему помочь надо. Ну, а дальше это люди, у которых детей много, трудно концы с концами сводить. И поэтому надо, чтобы деньги у тебя были. Было кому помочь. А вот, скажите, вот посетили в темнице, Христос говорил. Я говорю, жене, давай в тюрьму сходим. Она говорит, кому? Я говорю, ну, тут Сергей. Он говорит, ага, он сжег две квартиры людям. Наркоман, неверующий. И что мы, говорит, понесем ему подарочки? Ну, видите, жена в некоторой степени вопрос, она могла этот задать. Но вы не к одному пойдете. Допустим, я иду по камерам. Каждую неделю у меня было, каждую неделю. Я несу Евангелие. Я несу то, что не нуждается в бумаге. Узнаю. Выступаю по рации. В каждой камере это звучит. У меня есть, что им дать. А он преступник. Ну, преступник, он может быть другим. Поэтому, когда они освободятся, а некоторые освободятся, то они в Китай не поедут. Они вернутся сюда, к нам. И кто это приедет? Придет волк или человек? И вот этот волк встретится к твоей жене, и ей, конечно, ведет. А если встретится, с кем я занимался, он ее не тронет. Разница есть? Да. Я работал с ними. Они знают, кто я такой. Там молва быстрая идет, что я такой же каторжник. Я знаю, с чем они думают. Поэтому у меня особое отношение было. И прием у меня особый от них был. Священник придет, он для них чужой. А я иду, я как один из них. Это везде такое. Про это говорить-то, что надо думать, что будет суд Божий. Как мы предстанем? Там потребуется, что ты там клеветал, говорил и проще. Ну, сказал так. Я тебе сказал, ты мне. Ну, разное мнение. Ну, на этом все. Мы поделились мнением. Здесь нет. Он преследует, что-то говорит. Там а-ля-ля, напускает звуки. Это нормальный человек. Будет ли это делать-то? Пока он это все составлял, этот ролик-то, обличитель-то. А кому он нужен-то? Кого-то он к Богу приведет. Нет. Явно, что бесовщиной. Бесовщиной за ним. Я говорю, только время тратить. Не только. Они отравляют души. За каждую душу отвечать будут. А мы вот говорим, нам не стыдно. Вы не против, что я ролик выставляю этот? Нет. Нет. Чтобы имели в виду, кто против, я закрываю. И на этом больше последняя встреча. Нет, нет. Мы говорим о хорошем, полезном. Они охотятся за мной, бегают. Считай псалтырь. Я считаю, вся псалтырь обо мне написана. Они подыскиваются, делают засаду, притаиваются. Это все... Не я же за ними хожу-то. Я ни одного не составил. Их ролика не гадил. Они мои воруют и там пакости делают. Ну, что сказать. Такова его... Я не знаю, там я их включил, посмотрел, больше минуты не смог. Что-то даже неинтересно. Не хочется даже время тратить даже смотреть эти ролики. Ну, вы видели, где мы работаем конкретно. Мы можем показать, как работаем. Работаем физически. У нас собрания, встречи, прогулки. Я с детьми занимаюсь, детский лагерь. У них нет ничего. Поэтому мы в разной весовой категории. Ничего нет. У них уважения ни к чему нет. Совершенно. Я уж не говорю к возрасту там. Вот у меня со мной переписывается один. Его сейчас нету. Он в дальнем плавании. Тараси. Я говорю, где-то остановились они, я не знаю, в Турции или где. Ну, их там механик или кто там, пожилой возраст. Стоят у дверей и говорят, а мусульмане заходят. Они обернутся. А он сидит у него седая бородат. Они подходят и руку ему целуют. Даже не знают, кто он. А эти ничего не загалтелые бросают, крещат и все. А он мне во внуки годится. А у него ничего нету за ним. Ну, я думаю, что он тоже исправится и все-таки передумает, изменится. Очень трудно. Он должен сначала пройти и залезать все, что он делал. Показать. А на это у них нету. Пусть позвонит. Пусть ролик составит, как он извиняется перед вами и все. Да нет, в это я не верю. Не верю. Потому что из плена бесовского засловия выходить очень трудно. Это только какая-то болезнь. Он там целый год будет гнить, лежать, может быть. И то тогда даже еще один раз плюнет. Это непросто. Возьмите Иуда Бенгур. Вот Мисала воевал против Иуды. Уже все, его раздавило, колесница лежит. И еще вот так держится за него. Уже душа выходит. А твоя мать и сестра, они прокаженные. Он их посадил. Они проказы покрытые. Видели? Да, да. Вот и все. Это злоба. Она помращает разум. Тем более, если они причащаются, это полное беснование. В таком виде стоять в алтаре, поднимать руки. В такой злобе, в дико. А что они к вам имеют? Ничего не имеют. Мы в разных местах живем. Я говорю открытым текстом. Я свободный в совести. Они рабы. Они перед епископом и так трясутся. Они властей вот так боялись. Пока они там где-то шиковали. Я в это время шел этапами по тюрьмам. За слово Божие. Мы разные. Мы совершенно разные. Я за православие шел. За православие. К нам приезжает митрополит. Так они на него напали сейчас. На митрополита. Что он у нас приезжает, служит. Со священством. Увидели как. Московская патриарность. А они на него. На него. И мы сейчас по телефону говорим. Он говорит. А что они говорят это? Такое впечатление, что они вас убить хотят. Я говорю. Действительно так и есть. Они уже убийцы. Ненавидящий брата из человека убийца. Они в крови все. Вот эта кровь. Их кровь течет. Они не понимают ни Писания. Не знают ни чего. Ненавидящий брата из человека убийца. Спаси Христос. Слава Христос. Все только как пошлете. Сразу мне сообщите. Да. Ну вот я сейчас поеду. Я сейчас поеду этим заниматься. Во славу Божию. Спасибо Христос. Аллилуйя. Слава Христос.